Среда утра рабочего дня, а ректорат медуниверситета по непонятным причинам отдыхает. Двери здания закрыты, изнутри их подпирают стулья. Снаружи сотрудники университета и представители наблюдательного совета, созданного по приказу Минздрава. Они должны были провести совещание и подписать смету на выплату стипендий и зарплат. Сторонники Минздрава утверждают, ректорат забаррикадировали люди экс-ректора Валерия Запорожана, чтобы не пустить людей на заранее согласованное совещание. На заседание пригласили единственного легитимного исполняющего обязанности проректора, который был согласован органом управления, министерством, Владлену Дубинину, которая одна, единственная, имеет возможность сегодня подписать документы, чтобы людям выдать зарплату. Заседание было запланировано заблаговременно, обещены были члены наблюдательного совета. В 12 часов местом размещения наблюдательного совета министерство определило здание ректората медуниверситета. Чтобы попасть внутрь здания, нардеп Давид Макарьян, член специальной комиссии, выломал двери. В этот момент между сотрудниками полиции и активистами произошла потасовка. В разгар беспорядков безучастной оставалась лишь одна небольшая группа людей – рядовые сотрудники университета, поддерживающие экс-ректора. По их словам, о внеплановом выходном ректората их предупредили заранее. Сегодня утром сказали, да, ректорат не будет работать, потому что многие службы уехали, и как бы один день ничего не случится, как говорится. После того, как двери выломали, оказалось, что закрытый ректорат совсем не пустует. Внутри находились неизвестные вооруженные люди в масках. К вечеру полиция вошла в здание и начала проводить следственные действия. Конфликт в университете разгорелся после того, как в апреле прошлого года исполняющая обязанности министра второго охранения Ульяна Супрун отстранила от должности ректора Валерия Запорожана. Многолетний руководитель вуза оспорил это решение в суде. В ответ на это Минздрав расформировал вуз и создал на его базе Национальный Одесский медицинский университет, по сути, поменяв лишь порядок слов в его названии. Александра Явник, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.